Приветствую вас, дорогие мои рыбоньки, золотые мои рыбоньки. Наконец-то дошла наша очередь. Мне тоже интересно, что же там нам приготовила Вселенная, какие события. Учитывая, что эти парагнозы у меня тоже сбываются, не скажу, что полностью нет. Ну, какие-то аспекты, да. Учитывая всё-таки, что я пенсионерка, и у меня активность намного меньше, чем в таком возрасте уже, работоспособном возрасте, да, когда там есть работа, дети маленькие, мужья и так далее, и тому подобное. Вот. Но, тем не менее, деловая сфера и финансовая сфера для меня очень даже просматриваемые. Итак, Ленечка, я отвлеклась. Давайте будем смотреть. Конечно же, мои хорошие, это общий прогноз. Пожалуйста, учитывайте. Вот. Вы прекрасно знаете, что только индивидуальные прогнозы могут иметь реальную картину, а это общий, поэтому делайте скидочку. Итак, и так, и так. Главное событие, главное событие. Начнём с фона месяца. То есть, как мы будем воспринимать, какие у нас ощущения будут вызывать происходящее вокруг нас событие и события с нами. Так, король, король жезлов. Ну что ж, можно сказать, что усиление энергетики, происходящее событие однозначно будут вызывать. Также вполне возможно, что и активность будет повышаться. Не останетесь равнодушными вы с происходящим событием. Особенно, если эти события связаны с персонами, приближёнными к вам, что ли, да, из близкого окружения. Или персоны, от которых зависят ваши дела, ваше настроение, ваша энергия, скажем. Да, это деловые партнёры, начальство, это ваши половинки и так далее. Поэтому, да, думаю, что месяц вас, события месяца вас, скорее всего, будут будоражить. Ну, давайте смотреть, а что там конкретно реализуются ли наши планы. Я буду говорить и от себя, так как я всё-таки рыба. Поэтому, и выражаться буду так, как вроде бы это наш с вами и мой с вами гороскоп. Ну, императрица, друзья мои, о чём речь? Насчёт реализации планов. В принципе, да. Да и ещё раз, да. Есть, правда, маленькие нюансы у кого-то, для кого-то точнее, что не исключено содействие, участие какого-то персонажа в ваших планах. Ну, зависимость, независимость может быть здесь связана с покровительством, может быть с продвижением, может быть с какими-то разрешительными моментами от этого человека. Может быть это связано с советом, с рекомендациями, с поддержкой, в том числе и финансовой поддержкой. Но, тем не менее, ответ – да. Ваши, как говорится, ожидания оправдаются. Если они будут иметь место быть, я ещё раз подчёркиваю, что речь идёт только о значимых пунктах плана и ожиданий. По мелочи мы тут не будем рассматривать. Вот. Поэтому имейте в виду это. Ладно. Что там у нас с нежданчиком? Король чаш. Ещё один персонаж. Чувствуете, у нас тут люди, люди, люди. Люди, люди, люди. Возрастают, возможно, коммуникации. Возрастает общение. Или возрастает значимость общения. Да, да, да. И, возможно, даже, ну, зависимость-независимость, но, тем не менее. В зависимости ваших интересов и дел от каких-то людей. Но, тем не менее, нежданчик ждёт от какого-то персонажа. От человека. Ну, в данном случае благосклонно к вам настроенного. Да, это может быть связано с любовной тематикой. Это может быть связано с родственной тематикой. Имеется в виду с родственниками. Ну, либо с очень близким-близким человеком. Другом, подругой. Тут, в принципе-то, хоть и мужской персонаж, но это не важно. Это может быть для вас и женщина. Это может быть и мужчина. Поэтому имейте в виду. Но нежданчик связан действительно с вмешательством человека. Либо с его какими-то действиями. Так, а что с удачей у нас? Давайте смотреть. Шестёрка Пентакли. Удача финансовая. Удача в помощи, в поддержке, в содействии. И ещё, друзья мои, в партнёрстве. В партнёрстве. Поэтому, если вы чувствуете, что где-то не справляетесь, или где требуется более компетентное вмешательство или содействие для какого-то дела, то обязательно, обязательно кого-нибудь привлекайте. Не надейтесь на свои силы, на свои умения и навыки, иначе можете, как говорится, запороть. Что ещё может быть? Удача для тех, кто оформляет кредит, ипотеку. То есть не будет никаких загвозок. Удача для тех, кто решит в этом месяце вернуть долги свои, расплатиться по обязательствам. То обстоятельства будут складываться так, что появятся деньги, и вы, так сказать, сбросите с себя этот груз ответственности. Так, что с препятствиями влюблённые? Ну, намёк, конечно, на отношения, на отношения, связанном, либо... Ну, знаете, как в жизни бывает? Понадеешься на кого-то, да? А этот человек не оправдает ваших ожиданий, да? Подведёт. Или что-то не сделает. Или сделает не так. Бывает? Бывает. Может быть, и связано с тем, что нужно будет сделать выбор. И этот выбор очень труден. А сделать его надо, потому что, ну, от этого зависит дальнейшее продвижение какого-то, допустим, дела, да? Какого-то процесса. Вот. И пока вы не сделаете этот выбор, как бы всё приостанавливается. Вот вам, пожалуйста, препятствия. Ну, препятствия, конечно, может касаться любовной тематики. Да, любовной тематики тоже. Всё-таки влюблённые, само слово даже говорит, что речь идёт о любви. Может, препятствия, связанные с примирением. Вполне, друзья мои. Что хочется помириться, но вторая половина не очень желает идти на такой шаг. И это, как говорится, вам не очень нравится. Это вам мешает. Ну, или для чего-то, типа для душевного вашего спокойствия, или для какого-то дела. Хорошо. Давайте теперь пройдёмся по главным сферам нашей жизни. Начнём с деловой. Работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские, личные дела. То есть дела, которыми мы занимаемся ежедневно. Выпал ещё один персонаж. Смотрите, сколько людей тут у нас уже. Король мечей. Ну что ж, серьёзный персонаж. Очень серьёзный. Требует анализа. Требует такого, даже где-то может быть, педантичного подхода к любому делу. Вот. Требует соответствующей информации. Консультации. Возможно, даже юридических каких-то моментов. Оформлений документов. Допустим, да. В заключении каких-то соглашений. Или расторжении соглашений. В любом случае, друзья мои, король мечей. Он как бы говорит. В этой сфере будьте серьёзны. Ответственны. Вынимательны. Смотрите, что подписываете. Смотрите, на что соглашаетесь. И, как говорится, решение принимайте не на обум. А очень, даже очень подумав. Ну, для кого-то данный персонаж может действительно проявиться каким-то конкретным человеком, разговором с ним, встречей. Да, это может быть ваш начальник. Это может быть какое-то официальное лицо. Да, в госорганах, допустим. Но, тем не менее, здесь шутки будут неприемлемы. И если действительно эта встреча планируется или, как говорится, нарисуется, отнеситесь к этому серьёзно. Ну, и вообще, конечно, конечно, король мечей – это всегда серьёзно. Это всегда без шуток. Это всегда может иметь последствия ваших решений. В том числе и юридических последствий. Так, а что с финансовой сферой? Ну, ещё один король. Смотрите, что делается. Прям лавина целая. Ну, во-первых, Пентакли – это уже радует. Очень сильно радует. Это, друзья мои, большие деньги. Это удачные сделки, как купли, так и продажи. Это удачное партнёрство, финансовое партнёрство, соответственно. Это помощь финансовая. Это покровительство финансовое. Кого-то порадует половинка увеличением доходов. Кого-то ждут поступления не только со стороны вашей работы, но и со стороны поступления другие. Поэтому карта, конечно, идёт как бы бальзамом на душу. Ну, не исключены подарки. В данном случае, конечно, крупные подарки. Получение крупных бонусов. В общем, всё, что связано здесь с деньками, всё в увеличенном размере. Ну, что ж, это радует. Не знаю, как вас, но меня радует. И, в принципе, я уже сказала, что у меня подобные прогнозы, они очень часто, очень часто резонируют. Ну, вот эти две сферы, это я уже говорю, что, по крайней мере, деловая сфера – это уже моё. Ну, насчёт финансовой сложно сказать, сложно сказать. Всё познаётся в сравнении. Для кого-то миллион крупные деньги, а для кого-то это мелочь. Вот где-то вот в таком формате. Ну, ладно, идём дальше. Что там у нас с отношениями? Деловые, родственные отношения, любовные отношения. У кого что важнее? Четвёрочка жезлов. Ну, как видите, радость. Радость, радость от общения. Возможно, это какие-то семейные мероприятия, корпоративные мероприятия, которые будут для вас важны именно в плане отношений. То есть приятно будет общаться. Это общение будет вас наполнять позитивом, радостью. Вот. Что ещё? Ну, для кого-то знакомство. Новое знакомство. Любое. И делового характера, и дружеского, и любовного характера. Вот. Для кого-то, возможно, предложение руки и сердца. Да. То есть регистрация брака. Для кого-то примирение. Для кого-то это романтическая встреча. Для кого-то путешествие романтическое. То есть, в принципе, карта говорит о хороших отношениях. Стабильных отношениях. По крайней мере, стабилизации в отношениях. Как бы сдвинется что-то с мёртвой точки. Что-то определится. Что-то сформируется окончательное. Будет понятно, что же дальше будет происходить. Вот в таком плане. Ну, ладно. Давайте теперь спросим совет у Оракула затмения. Что посоветуют. Ну, в принципе, друзья мои, смотрите. У нас здесь сплошные фигуры. И если так одним словом подвести, много будет общения. Это могут быть разные люди. Но может быть и один, и два человека. Но они будут как бы являться для вас ключевыми фигурами. Фигурами месяца. От них может что-то будет зависеть. Или эти люди будут доставлять вам истинное удовольствие. Или какую-то выгоду. Тут у кого что. Итак. Совет Оракула затмения. Освобождение. Хороший совет, в принципе, да. Я бы сказала, он актуален. Постоянно актуален. Мы вынуждены периодически от чего-то освобождаться. Либо от старых вещей, ненужных вещей. Либо от аварийных отношений. Вот услышала это выражение, аварийные отношения. И оно мне понравилось. Как-то негативные отношения. Да, тоже правильно. Но вот аварийные мне как-то ближе к душе. Потому что они уже чётко акцентируют, как любые аварии, что это заканчивается плохо. Ну, ладно, отвлеклась. Сегодня что-то я слишком отвлекаюсь. Итак. Оракул намекает, что пришло время действительно от чего-то освободиться. Для кого-то это генеральная уборка. Для кого-то это серьёзный разговор. Для кого-то это принятие решения, что сделать дальше. Там, работать, уволиться, поехать, остаться, поговорить или не разговаривать. Уйти в тень. В общем, смотрите. Это слишком всё-таки индивидуальный вопрос. Это индивидуальный вопрос. Поэтому присмотритесь к этой карте. Я думаю, что вы конкретно для себя, конкретно для себя получите личный совет от Оракула Затмения. Ну, а я на этом закругляюсь. Мне остаётся пожелать, конечно же, вам обязательно удачи, здоровья, процветания. Побольше денег. Вот. Счастья. И вообще, исполнение всех-всех-всех наших желаний. И до встречи.